МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Столица 18 часов. Вы смотрите новости. С вами Динара Саду и Хасан Исраилов. Здравствуйте. Касамжумар Тукаев выразил соболезнования родственникам погибших при взрывах на острове Шри-Ланка. В своем твиттер-аккаунте глава нашего государства подчеркнул, что у терроризма нет границ, поэтому мировому сообществу необходимо объединить усилия против террора. Отмечу, что погибли 185 человек. Еще около 500 получили травмы различной степени тяжести в результате шести взрывов на острове Шри-Ланка. Три из них произошли в отелях столицы Коломбо, еще столько же в церквях при городане Гомбо. Всех пострадавших доставили в местные больницы. По словам медиков, раненые продолжают поступать. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что за взрывами стоит террористическая группировка, однако еще ни одна из экстремистских организаций не взяла на себя ответственность. По словам официального представителя МИД республики Айбека Асмадьярова, казахстанцев среди жертв и пострадавших нет. Самолет легкой авиации потерпел крушение на аэродроме Балапан в Караганде. Об этом сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации. По их сведениям, катастрофа произошла в 16.25 при выполнении воздушным судном тренировочного полета и заходе на посадку. По предварительной информации, экипаж из двух человек погиб. Начато расследование авиапроисшествия. Казахстан решительно осуждает акты терроризма, совершенные в столице Шри-Ланки, Коломбо, а также в городах Негомбо и Батиклоо, в результате которых погибло большое количество мирных граждан. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел. Сообщается, что наша страна выступает за принятие мировым сообществом коллективных и решительных действий в борьбе с этим злом. Организаторов и вдохновителей бесчеловечных акций необходимо выявить, они должны понести суровое наказание. К другим темам. Сегодня в Казахстан с государственным визитом прибыл президент Республики Корея Мун Джей Ин. В течение трех дней южнокорейский лидер планирует посетить Алматы и Нур-Султан. Намечены переговоры Мун Джей Ин с Ель-Басен, Нур-Султаном Назарбаевым и президентом Касымжомартом Токаевым. В столицу также приехали корейские бизнесмены. Они примут участие в Казахстанско-корейском бизнес-форуме. О том, как Мун Джей Ин стал 12-м президентом Республики Корея и о том, о чего ждать от его визита в Казахстан, узнал наш собственный корреспондент в Сеуле Владислав Цой. Деревня Намчон в провинции Кёнсан-Намдо стала популярной сразу после того, как ее бывший житель стал главой государства. Здесь в 1953 году родился Мун Джей Ин. Туристы приходят сюда, чтобы увидеть дом, в котором прошло детство 12-го президента Кореи, и отведать блюда, которые он любил. В Намчоне до сих пор живет 90-летняя Чу Кён Сун, которая перерезала пуповину Джей Ин. Она и ее родственники вспоминают, что будущий лидер страны был очень умен. В детстве президент очень любил учиться. Несмотря на то, что были трудности и голод, он обязательно читал и писал. Таким запомнили его старейшины. В 1972 году Мун Джей Ин поступил на юридический факультет университета Кёнгхи в Сеуле, но за организацию протеста против принятия новой конституции Муна исключили. Служил Джей Ин в морской пехоте и в составе южнокорейского спецназа участвовал в операции на границе двух Корей. После демобилизации будущий лидер страны сдал госэкзамен и работал адвокатом. На президентских выборах в 2002 году поддержал Номухёна и после его избрания главой государства пять лет работал в его администрации. В 2012 году стал кандидатом в президенты, но даже заручившись поддержкой 48% избирателей уступил Пак Кынхе. После ее импичмента на досрочных президентских выборах в мае 2017-го одержал победу. Главным обещанием Мун Джей Ин на этом посту стало улучшение отношений с КНДР и оно было выполнено год назад. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, побывавшим в Южной Корее. Мун Джей Ин принял участие уже в трех межкорейских саммитах и сумел помочь в организации двух встреч Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Во время недавней поездки в США южнокорейский президент договаривался о третьих переговорах северокорейского и американского лидеров. Цель одна – добиться постепенного отказа КНДР от ядерного оружия. Официальный Сеул все чаще призывает Пхеньян изучить успешный опыт денуклеаризации Казахстана. Этот вопрос будет рассмотрен и во время визита Мун Джейна в Нур-Султан. Недавно я ездил в Астану для международного раундтейбла денуклеаризации Казахстана. Мы там согласились провести совместные исследования денуклеаризации Республики Казахстан. И это дает нам подробное понимание процесса денуклеаризации на Казахстане. Для того, чтобы наладить отношения с Казахстаном, Россией и другими странами СНГ по распоряжению президента Муна создан комитет по северному экономическому сотрудничеству. При южнокорейской МИДе работает форум «Корея-Центральная Азия». По итогам прошлого года зафиксирован рекордный казахстанско-корейский товарооборот – порядка трех миллиардов долларов. И это не предел. Новые двусторонние проекты будут рассмотрены в Нур-Султане 22 апреля на бизнес-форуме с участием южнокорейских компаний. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. Экспедиция по следам предков продолжает свой путь по миру. Покинув Грузию, исследователи отправились в Азербайджан. Какие открытия удалось сделать на этот раз, узнавал наш корреспондент. Участники научной экспедиции по следам предков направились в Бурчалинский район. Большинство жителей этого региона считают, что у них общие корни с казахским народом. Большая часть интеллигенции копчаков в Бурчалэ переехала в Азербайджан. И достаточно успешно там трудятся. Оставшиеся здесь борчалинцы, они в основном занимаются сельским трудом. В Тбилиси их тоже немало. Было бы очень интересно, если борчалинцы в основном сейчас едут в Россию, в Турцию, в Дубай. Было бы хорошо, если бы среднеазиатские туристические компании привлекли бы борчалинцев в регион Центральной Азии, чтобы они увидели бы и прочувствовали бы свою прародину. Когда ученые въехали на территорию Азербайджана, они остановились в городе с названием Казах. Через некоторое время удалось узнать его историю. Здесь проживает более 80 тысяч человек. В 13 веке тут находилось поселение, основанное казахскими султанами. Идут споры, откуда пошло название султана-то, казах. Есть сведения, что термин тапаним «казах» появился раньше, чем термин «казахстан» или «казахский район». И этот термин связан с тюркскими племенами, как древними, средневековыми и настоящими, потому что на наших языках «казах» термин означает «вольница», свободные племена, свободные роды, свободные кочевники, свободные кочевые племена. И где они проживали, всегда начали образовываться общество, султанатства, какие-то мелкие государственные образования. В том числе и в средневековье был образован казахский махал, а потом казахский султанат. Город Генжа расположен в западной части страны. Он является второй столицей государства Эль-Денис, построенного в 1136-1225 годах кипчакскими племенами. А экспонаты, выставленные в местном музее, свидетельствуют о высоком развитии страны. Этот шлем был найден недалеко от города Генжа. Внешняя часть головного убора выполнена из золота. В то же время были обнаружены доспехи из стали и перчатки. Мастерство наших предков, которые управляли страной Эль-Денис, можно также увидеть на примере этого моста. Он был построен во времена правления рода Атабек. Мост позади меня называется Белым. Он был построен в 12 веке. Удивительно, но ему уже 900 лет. До сих пор его используют местные жители. По мнению экспертов, государство Эль-Денис, которое просуществовало 90 лет, пало после монгольского нашествия. Но и организованная на его месте страна распалась спустя несколько десятилетий из-за внутренних междоусобных конфликтов. Впоследствии вместо нее появилось государство Жанлаиров. Они правили им почти век. Экспедиция продолжает свое шествие по Азербайджану на пути Баку. Марк Брюшко, Талгатбек Абдекожаев, Саматбек Батыров, Хабар, 24, Азербайджан. В Украине проходит второй тур выборов президента. Больше 30 тысяч избирательных участков открылись по стране в 8 часов утра. За пост главы государства борются действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Напомню, повторное голосование было назначено Центральной избирательной комиссией из-за того, что в первом туре выборов, который прошел 31 марта, ни один из 39 кандидатов не набрал больше 50% голосов. Зеленский получил свыше 30%, это почти вдвое больше, чем у Порошенко, которого поддержали лишь 15,95% электората. Наблюдатели предполагают, что явка на выборы будет высокая. Ожидается, что свои голоса дадут больше 26 миллионов граждан. Однако реализовать избирательное право не смогут украинцы, которые находятся в России, поскольку там еще в прошлом году ЦИК ликвидировал все участки для голосования. Взамен избирательная комиссия предложила почти 3 миллионам граждан, находящихся в России, отдать свои голоса на избирательных участках, находящихся в посольствах Грузии, Казахстана и Финляндии. За рубежом голосование пройдет по местному времени. Первыми традиционно голосуют украинцы в Австралии, последними на западном побережье США. Завершится второй этап выборов в 20.00 по местному времени. Продолжаем выпуск. Выпуск прохладительного напитка из кукурузы наладили в Приорале необычный продукт детища предпринимателя из Жанокурганского района. Изготовлен он по старинному рецепту. Что в нем особенного узнавала моя коллега в регионе Райхан Жубаева. Для работы сердца, укрепления нервной системы, повышения иммунитета и борьбы с самыми разными заболеваниями. О полезных свойствах кукурузы, от шахпарка сыма, кузаула кеден, знает не понаслышке. Почти 20 лет сам выращивал культуру, теперь занимается ее переработкой. Три миллиона тенье получил по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Поддержал и региональный инвестиционный центр. Часть оборудования купил, часть собрал сам. Выпускаем до полутора тонн напитка в сутки. Спрос есть. Сейчас налажены поставки крупные торговые дома Туркестанской области. Открыли магазин у себя в районе. Секрет популярности напитка в его ингредиентах. При изготовлении применяем только натуральные компоненты. Технология позволяет сохранить все ценные качества продукта, целебные свойства которого подтвердила Казахская Академия Питания. Пока в цеху работает одна производственная линия. В планах запустите новые по выпуску натуральных фруктовых соков, в том числе и арбузного. Для последнего в ауле Жайлма будут выращивать специальный сорт «Харау-1». Культура отличается сладким вкусом, быстрым созреванием и высокой урожайностью. В прошлом году высадили этот сорт на двух гектарах. Результат впечатлил. Созревает на 20 дней раньше остальных. Плоды достигают веса от 15 до 30 килограмм. И урожайность высокая. С гектара в среднем мы собрали около 70 тонн. В этом году «Харау» займет 10 гектаров пассивных площадей. Большая часть урожая пойдет на изготовление арбузного сока. В рамках акции «Всеказахстанский день посадки деревьев» на территории семьи прошло массовое озеленение соснового бора. Порядка 50 тысяч саженцев были высажены на специально подготовленных 10 гектарах земли близ города. Акцию поддержали специалисты природного резервата семьи Ормана, студенты, активисты и представители различных учреждений. Среди тех, кто решил внести свой вклад в увеличение лесистости, была и группа индийских студентов, которые учатся в медицинском университете. Всего в озеленении участвовали более тысячи человек. Я очень рад участвовать в такой экологической акции и внести свой вклад в сохранение леса. Впервые в жизни вижу ленточный бор и принимаю участие в посадке леса. Здесь очень красиво, призываю всех беречь природу. Индивидуально, которые оставляют как бы памятные свои деревья. На сегодняшний день у нас не только эта акция, у нас идет полным ходом весенняя кампания по посадке лесных культур. Из плана 3400 гектар на сегодняшний день у нас посажены более полутора тысяч гектар. Работают более 70 агрегатов. На посадке задействованы порядка 600-650 человек ежедневно. Думаем, что такими темпами мы до 1 мая управимся и полностью выполним весенние полевые работы. На этом пока все. Увидимся в 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова